всем привет начинаю видео 100 орхидеи на которая закончилась предыдущие захотелось мне назвать видео если орхидея хочет жить у нас наверно у всех такой приличный наверно список кто долго занимается орхидеями которые уже в орхидейном раю поэтому конечно это очень печально и очень жалко но как по мне у меня такое состояние было шока наверное в самом начале моем занятия орхидеи и когда конечно маленькая коллекция то это очень заметно и очень печально ну а когда конечно коллекция разрастается ну что поделаешь ну наслаждаешься уже другими конечно орхидеями конечно жалко это все стоит больших денег ну конечно уже относишься немножечко попроще и также ну для меня это растение и живое поэтому все не вечно на этом свете ну вот сейчас я вам показываю это ансидиум sweet sugar вот не хотел он у меня расти в горшке и как-то дожди были потом он еще и видно подмерз и все в общем осталось такое плачевное состояние корней в горшке не было и я решила вот так вот прикрутить его на блок и потихоньку потихоньку он начал выкарабкиваться корешки новые наращивать конечно все сморщенное все в таком печальном состоянии но он зацвел и кстати это тоже не показатель что орхидея прям выживет вижу выживет потому что конечно цветы орхидеи выдают для того чтобы продолжить свой род чтобы их опылили чтобы появилась семенная коробочка и конечно может быть и такое что орхидеи иногда такое случается говорят вот орхидея и зацвела и росла но в какой-то момент она перестала расти и единственное что на ней осталось цветы его после цветения она постепенно постепенно умирает ну вот так вот такой способ самовыживания данной я бы сказала наверное у орхидеи ну вот это вот первый мой экземпляр такой плачевный сегодня видео такое будет не об очень красивом но я считаю что в нашем орхидейном деле это обыкновенное каждодневное такое занятие когда мы боремся за жизнь какой-то орхидеи это я сменила картинку всеми любимые фаленопсисы конечно они тоже у кого-то растут у кого-то цветут пышно обалденно ну а кто-то не может с ними справиться тоже конечно я из того же числа поэтому иногда думаешь то фаленопсисы растут и растут себе но иногда тоже и вода попадет и еще что-то и в общем не проветрится останется вода конечно если все условия если есть ветерок если есть солнышко если есть все 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 условия то конечно орхидея будет жить ну иногда не у всех условия такие могут предоставляться орхидеям поэтому вот это вот я вам показываю это мне кто-то отдал ну в общем она была в таком в плачевном состоянии она цвела и конечно все листья начали вять вять корней не было я ее достала ну думаю я ее так прикручу я ее прикрутила на блок вверх головой думаю ну листики пусть вниз чтобы она потому что вообще прям висели такие но они правда и сейчас никакие да ну хотя бы эти листики двинулись в рост как говорится орхидея выпустила новый листик выпустила новых два корешка и все она у меня висит в моем гринхаусе конечно там и ветерок там влажность и вот так вот поливаю когда орхидея она конечно поливается ну и естественно влажности и вот поэтому конечно когда орхидея хочет жить мне кажется она выживет конечно когда орхидея хочет жить они мы ну вот собрала я такую небольшую галерею так сказать из моих орхидей которые с которыми я борюсь они со мной я с ними ну в общем мы пытаемся выжить и вот я хочу показать как бы на примере некоторых орхидей которые если они хотят реально они конечно может быть может быть выживут ну и вот начну наверное вот с вандачки тоже я пересаживала недавно все ванды и кто знает ну вот были там конечно какие-то корешки она то в таком в очень плачевном состоянии было ну и вот так вот я ее пересадила и я смотрю что начался какой-то процесс конечно ванды у меня был один плачевный тоже результат у меня была одна большая ванда которую я тоже разрезала и у нее оказался фузариоз ну я ее не спасла я конечно резала 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 и ничего в общем она не выжила ну а здесь я смотрю что какой-то процесс начался потому что это ванда теселата конечно природные ванды им нужно тепло у меня зимой прохлада и вот это вот наверное показатель такой потому что природные ванды конечно отличаются от гибридных ванд те выдерживают все но природные конечно ванды им нужно тепло как и природным фаленопсисом и вот это вот следующий мой такой экземплярчик это фаленопсис филиппиненсис который когда-то мне захотелось посадить по такую вот посадку он так прекрасно рос как смотрите какие корешки были все было замечательно все прекрасно я когда-то увидела такую посадку у ирен из джорджия очень скучаю по ее видео шикарные орхидеи шикарные подача шикарная ну в общем может быть однажды она конечно появится ну вот смотрите она после зимы он фаленопсис все в общем было очень холодно как-то конечно нужно природные фаленопсис и при возможности заносить в дом постаралась это сделать это зимой в общем она была я поняла что она умерла все листики отвалились и я оставила ее все таки я решила ну пусть пусть побудет какое-то время вот я ее перевезла на новое место ну как вы понимаете уже и весна и лето и у нас уже осень и вот я увидела признаки жизни поэтому конечно иногда орхидею стоит поддержать еще какое-то время на мой взгляд и подождать потому что может быть что-то конечно где-то проснется потому что все таки орхидеи есть такие свойства выживания вот такой вот еще один мой экземпляр наверное долго останавливаясь на каждом растении просто так пробегусь покажу как они как они пытаются выжить это галеопиталум иногда может быть кто-то вспоминает орхидеи думает почему не показывают цветение ну вот потому что потому что все вот в таком вот вот так вот раз и пропало перелилась и вот как смотрите как вы видите на кончике такое кстати вот на вот таких вот бедных орхидеях которые пытаются выжить конечно всегда селятся и щита и щитовка и муравьи я это больше заметила в которой орхидеи которые более слабые в них и появляются всякие насекомые поэтому конечно это первый признак нужно проверить орхидею внутри и на какого-то вредителя если вы знаете что вы точно не залили ее но это мое мнение опять же я никогда никого ни к чему не призываю ну вот смотрите на верхушке последний псевдобульбы вырос такой новый ростик в общем здорово это грамматофил у меня когда-то покупала у меня есть обычная форма это альбовская форма они были в одинаковом состоянии но обычная форма он уже такой прям огромный я бы сказала по сравнению с этим а этот вот бедный пытался 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 и пытается до сих пор и вот как вы видите тоже и на верхушке выросла одна псевдобульбочка карабкается он карабкается хотя условия одинаковые конечно тоже зависит от того как у как растение сильное не сильное если растение конечно слабое то ну вот сразу видно да особенно когда ты покупаешь два одинаковых растения и вот такое вот происходит это очередной мой дендрофаленопсис который когда-то я пересаживала маленький он был и в общем ну вот как вы видите он господи что я показываю извините в общем вот так вот он выкарабкивается выкарабкивается и вот смотрите даже когда нету таких вот боковых почек до на стебле она выпускает маленький новый ростик сверху внутри псевдобульбочки конечно иногда удивляют орхидеи наши своей вот такой вот стойкостью и желанием жить это еще одна каланта у меня когда-то была большая каланта я ее пересадила пересаживала делила ну в общем иногда мы думаем что мы такие супер орхидеисты у нас все получится мы все можем разделить но иногда все в плачевном состоянии оказывается орхидея болеет и погибает ну в общем тут вот тоже видите показываю сегодня такой мой скелет и мои шкафу на это котлея тоже смотрите вот непонятном состоянии я не знаю что это за котлея это наверное из той серии когда мне еще отдавали какие-то без названия и вот смотрите полностью да вроде бы сухая ну что-то здесь что-то здесь появляется нужно подложить наверное чуть-чуть может быть как-то мог вот здесь вот по кругу чтобы было побольше влажности я оставила вот так вот как есть думаю вам покажу поэтому вот такое вот чудо тут у меня дендробиум и я когда-то покупала вот этот вот дендробиум очень мне понравилось его цветение красивые цветы но черноволосковые ну вот не захотел он у меня расти в горшке но никак ну вот ну вот никак не хотел расти и я его пересадила на блок и вот он начал начал что-то тут появляться и такую маленькую псевдобульбочку вырос вырастил то есть смотрите вроде бы да и фаленопсисы и ванды все разные но все хотят жить одинаково конечно таких малышей лучше какими-то вкусняшками иногда брызгать чтобы корешки начинали расти здесь вот тоже такой вот малыш я когда-то посадила я люблю такие посадки кто знает разные всякие разные это миниатюрные дендробиум 3 нервиум в общем конечно он был очень маленький я его покупала тоже в очень маленьком состоянии повеситься до порядок в общем вот так вот были такие маленькие псевдобульбочки вот это вот отсветшие я ее покупала и вот он как-то начал чахнуть чахнуть с конца отсушил мне две псевдобульбы я думаю ну конечно не очень как-то выглядел он и как вы видите он вырастил все-таки новый ростик и даже готовится к цветению поэтому такие маленькие но победы как же они нас радуют правда все мы одинаковые все мы любим орхидеи третий еще один дендробиум сулкатум когда-то я не знаю откуда у меня появилась эта псевдобульбочка и вот я не знала что с ней делать и вот смотрите она сбоку вырастила такой вот пучок ну в общем все ничего не выкидывается у меня все борется боремся до конца до последнего поэтому вот такое вот чудо это кстати мой цик нудес кто недавно смотрел мои видео про цик нудес и я сама кстати сегодня пересмотрела и увидела мой цик нудес вандилайт который я получила который быстренько процвел я прямо нарадоваться не могла он процвел на два цветоноса вот вот это вот псевдобульбочка на в том году и вот смотрите я не знаю что с ней случилось я не знаю что с ним перед я не поливала я все в одинаковом состоянии все прекрасно ну вот видите что-то пошло не так и все и вот они начали портиться портится и я думаю боже мой неужели я потеряю и мне нужно искать новый вандилайт потому что я обожаю цик нудес и но все как-то остановилась и вот как вы видите разделилась прям псевдобульбочка напополам да и она растет такой малыш новый ростик и я конечно очень рада и я смотрю что здесь еще один такой прям прямо фласка у меня прям как во фласке такие развиваются малыши здорово ну конечно видно да что вот все нижняя часть уже все ее нет ну на последнем кусочке прям вот хочет она жить и выдает малышей таких вот ну конечно уже этот малыш я надеюсь что выживет и все у нас будет с ним прекрасно здесь кстати еще хочу показать такой вот у меня есть как колбочка до стеклянная я когда-то что-то тут пыталась думала себе выращивать что-то высаживала ну в общем перестала я этим заниматься и сейчас когда у меня при пересадках остаются какие-то кусочки я могу сюда вот так вот что-то скидывать и думаю выживет не выживет честно говоря даже не знаю что здесь какие названия и даже вот там вот видно семенные коробочки ну в общем все что есть все что остается не выкидывается это я пересаживала я смотрю этого ели очень давно я пересаживала и вот она и не умирает это псевдобульба не вот она ничего и не выдает ну и пусть сидит да а тут вот была еще одна лоелия другая вот вы видите в этой стороне и я ее пытаюсь теперь выдернуть она уже все она уже заросла корешками сейчас интересно с этой стороны и посмотреть смотрите какие корешки она нарастила здесь видно да в общем с одной псевдобульбочки не было там ничего не корешков ничего вообще ну вот она растет интересно 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 что я еще не показала я не показала мои дендрофаленопсисы замученные которые я пересадила я их пересаживала все мои дендрофаленопсисы потому что они у меня пострадали после нашей предыдущей зимы кто не знает и конечно корней не было никаких и вот я показываю сколько она выпускала новых деток на верхушках конечно я постепенно этих деток всех отделяю и так вот они себе будут здесь заполнять буду весь горшочек и пусть она себе растет вот как вы видите вот на каждом на каждой сухой псевдобульби не сухой конечно ну я имею ввиду старой псевдобульби которая уже от светла и цветоносы уже здесь наверху и она выпускает маленькие вот такие вот ростики и растет конечно и это превращается в большой кустик потом со временем но это я перенесла вас плавненько в мою маленькую орхидейную комнатку мой ну как комнатку до гринхаус маленький это я вам показываю мои дендрофаленопсисы которые я все по пересаживала я уже сказала что как по мне таким нужен более глубокий горшок не широкий глубокий на мой взгляд дендрофаленопсисом более больше подходит и вот как вы видите началась новая жизнь новые корешки и конечно все все как-то пошло в рост солнышко им здесь хватает и вот я еще оставила вот такие вот тоже вы видите вот лежат вот такие вот палочки сухие и вот тут вот что-то начинают проклевываться в общем этот я пересаживала даже цветущим не хотелось мне его обрезать и так вот он себе продолжает цвести и смотрю тоже начинают расти новые ростики поэтому конечно орхидейки когда хотят жить они выживут им просто нужно немножечко помочь на мой взгляд смотрите под они просто сгнили были эти псевдобульбы у основания я их пооставляла просто чтобы знать что это такое я вместе с горшочком соединила и вот они растут детки нужно отделить и попересаживать их поэтому вот такое вот чудо возрождение к жизни сколько новых ростиков да это мой кстати green apple был он у меня недавно цветущим кто помнит ну вот так вот я его пересадила и вот такие вот новые ростики на мой взгляд конечно дендрофаленопсис это какая-то такая обделенная группа мне кажется что это очень достойные такие группа орхидей которые не часто встретишь в коллекциях но у меня есть небольшая их коллекция конечно ну наверное и все да а вот кстати здесь чтобы быть чтобы не быть уже вот этот вот грамматофилум который я вам говорила вот смотрите я вам показывала другой да и смотрите какие здесь псевдобульбочки какие ростики поэтому конечно зависит от растения насколько сильное растение ну такая вот небольшая до отвлеченность от цветения орхидей потому что это конечно присутствует у каждого орхолюбителя в коллекции мы боремся за чью-то жизнь пытаемся чтобы они выжили и это очень здорово когда выживают когда мы спасаем а когда они еще расцветут то это вообще огромный бонус и награда за наш труд поэтому всем желаю терпения чтобы ваши орхидейки радовали вас и конечно всем любви и счастья всем пока